Железная логика Начала бомбардировки Югославии По разным данным погибли за время бомбардировок О трех с половиной до четырех тысяч человек 14 стран под предводительством США участвовали в этой агрессии Это было начало развала большой страны После этого Югославия раздробилась действительно на несколько государств И я вот смотрел за новостями Такие искренние слова сочувствия И жесты, что мы вместе были в Сербии Там проходил матч Наши команды с местной и пели Катюшу Все встали и значит братья навек В общем действительно была искренняя Я видел, что это была искренняя реакция сербов На то, что произошло в Подмосковном Красногорске Но так или иначе Югославы тоже В очередь вчера выступал Про это много слов говорил Версий много, почему это случилось Да, я так думаю, что единый какой-то и нет Вот последний я сегодня нашел, что Это нужно было для расширения НАТО на восток Разгромить Югославию Вторую версию читал, что там были экономические интересы Западных компаний И они не хотели прихода российских компаний В общем, но пострадал целый народ Единое государство раздробилось Ну, я думаю, что они просто добивали Что называется Советскую систему, скажем так То есть, конечно, распада Югославии не было бы Если бы не было перед этим распада Советского Союза Хотя Югославия всегда занимала Кто не в курсе, она называлась так Социалистическая федеративная республика Югославия Она организована была по принципу федерации И в общем значительной степени повторяла В этом смысле, как бы, да, в маленьком масштабе Советский Союз Вот хотя у Югославии всегда была особая позиция Известно, что там и у Иосифа Брустита Ее, так сказать, легендарный там лидер У него, значит, были Пока был Сталин, так сказать У него со Сталином были, значит, такие близкие отношения Как у Муудзедуна того же Когда, так сказать, Сталина не стало Отношения с Югославией, так сказать, в разные периоды были разными В какой-то момент, значит, отношения между Белградом и Москвой Так сильно, как бы, были охлаждены Например, Югославия не входила в целый ряд, так сказать, соглашений Там вот этих вот советских, да Она не входила, например, в организацию Варшавского договора Как бы, да, не входила, по-моему, даже в Союз экономической взаимопомощи СЭФ, так называемый, да И так далее Но, тем не менее, как бы, да, с ней все время Всегда оставались достаточно близкие отношения И я думаю, что ее добили именно как вот такой вот остаток Остаток советского блока Хотя к тому времени там уже от этого От этого наследия там брусти-то уже ничего там и не оставалось Но, тем не менее, ее добили как остаток вот этого советского блока С одной стороны, это так, на поверхности А второе, ну, я вот опять же, так сказать Да, я абсолютно уверен, что, значит, одним из В качестве одного из ключевых врагов современной западной цивилизации Рассматривается православное христианство И все, что связано с единством внутри православного христианства Страшно бесит Запад Вот страшно его бесит И это видно по его действиям Вот именно там, где есть, как бы, вот эти вот очаги Единственная вот этой православной христианской культуры, цивилизации Вот там Запад наиболее ожесточенные, как бы, удары наносит Там наиболее какие-то, так сказать, такие дикие практики применяются И прочее, прочее И с Югославией был тот же случай Раздробить, так сказать, да, Сербия, как православная христианская страна Как главная цель Ну, а все остальное тоже, вот, разорвать, как бы, заставить друг с другом соперничать и прочее Ну, а потом уже, потом уже, там, на более, как бы, примитивных уровнях Там и деньги, и политика, и расширение, там, и все остальное Хотя, что касается расширения НАТО на Восток Я не вижу, как Югославию мешало расширению НАТО на Восток Потому что, как бы, да, напрямую она этому не мешала Вот, потому что приняли, вон, и прибалтийские государства Правда, не первыми, но тем не менее, да Вот, поэтому я думаю, что там разные были, разные были всякие, так сказать, мотивы Вот, но, в общем, в целом, два основных мотива, на мой взгляд Это, вот, они добивали, условно говоря, вот эту советскую систему А с другой стороны, как бы, они, вот, разрушали вот эти, значит, вот эти, так сказать Исторические опорные пункты православного христианского мира И вот этой солидарности между православными славянами и так далее Мы сейчас видим, как они на Украине это делают ожесточенно, как бы И это их, вот, просто бесит, это видно, как бы Как по мне, это все имеет такую метафизическую подоплеку Вот, ну, в общем, если там, опять же, по формальным признакам Да, это была, на мой взгляд, такая, так сказать, агрессия Которая смогла произойти, в том числе, потому что Россия не готова была в это вмешаться Они понимали, что главный союзник Югославии все равно Россия Россия-то на этот момент не хотела, не могла, как бы, была не готова Потому что тоже занималась доказательством своей лояльности Западу и так далее, и так далее Они поняли, что это исторически очень удачный момент для того, чтобы с этой самой Югославией расправиться Да, чтобы эти Балканы разделить, вот, и чтобы, как бы, не было, не было в этом Здесь вот такой страны, которая могла бы иметь альтернативное умение Дело в том, что Югославия была довольно большой и экономически даже достаточно значимой страной Имеющей выход к морю и все остальное, да, вот, надо было взять эту территорию под контроль Вот они, собственно говоря, этим и занялись, а для этого там нужна была война Вот они, кстати говоря, ни разу не переживали по поводу того, что разрушали инфраструктуру Вот на всякий случай, как американцы расчленили Югославию Они наносили удары, в первую очередь, по мостам, дорогам, так сказать, телевидению, радио, промышленным объектам и так далее Потому что это, так сказать, очевидные вещи Но промышленные объекты, которые были в Югославии западных стран, не пострадало ни одного Это естественно Это очевидный факт И говорят, что эта бомбардировка, бомбардировки стали таким первым надломом в отношениях России, так называемого коллективного Запада До этого смотрели в рот Но вот разворот Примакова над Атлантикой, когда он летел за очередными кредитами в Белый дом Значит, сейчас секундная пауза Вести ФМ Это был такой первый сигнал, что Россия выходит из-под тотального влияния и Вашингтона, и Брюсселя, и всех Всех-всех Там даже вот на следующий день в одном издании российском вышла статья Разворот там, по-моему, ценой в 15 миллиардов долларов То есть Россия, значит, 5 миллиардов кредитов потеряла, потому что Примаков не прилетел Там перерефинансирование, я напомню, это 99-й год, это 98-й, еще страна оправлялась Пыталась оправиться от вот этого разорительного дефолта Вот, и, значит, подсчитали, что вот 15 миллиардов мы потеряли, это очень жаль В общем, Примаков, по мнению авторов статьи, поступил неразумно Но, так или иначе, потом был 2000-й и так далее Ну, говорят, что даже Ельцин не смог равнодушно к этому отнестись Хотя понятно, что Ельцин, так сказать, активнейшим образом занимался вот этим вот Налаживанием каких-то, как ему казалось, новых отношений с США Как бы доказательством того, что Россия теперь вот она вполне себе, значит, как это так Договороспособная, вот я не буду употреблять слово подконтрольная Но договороспособная страна Но говорят, что даже он не смог это вот так вот прям вот воспринять это как должное Вот было ясно, что это вот именно по тем причинам, по которым я до этого сказал Потому что было ясно, что это как бы косвенно удар по России Что это именно потому, что Россия как бы не может Поэтому как бы они добивают на самом деле остатки вот этой системы Вот, ну а Примаков, как известно, вообще он так имел достаточно такие, так сказать Ну, не буду говорить антизападные, значит, взгляды Но он к этому относился критически И, например, в те времена Примаков считался как раз человеком, который, это еще до Путина, условно говоря Да, Примаков как раз считался, вот когда, ну, еще до всех этих вот этих, значит, изменений Которые последовали в нулевых годах с приходом Путина Как раз Примаков считался человеком, который в правящем классе олицетворяет какое-то разумное условно-патриотическое начало Вот, вот это вот была сейчас связка, тогда говорили, Примаков-Лужков, там партия Отечества Которая потом там с партией Единства, так сказать, слилась и появилась Единая Россия Но вот Примаков, связка Примаков-Лужков, кстати, их очень не любил, вот Ельцин, вот как известно, да Вот она воспринималась вот как раз, так сказать, как единственное, что в правящем классе того времени Можно было считать там условно, условно, так сказать, патриотически настроенной частью Ну и поэтому, я так понимаю, что Примаков, я даже не знаю, ну, вернее, люди там писали про это Ну, я даже не знаю, вот он Примаков напрямую, так сказать, согласовал это с Ельцином или нет По-моему, он там сообщил ему просто и все, а решение принял сам Решение принял сам, так сказать, возможно, оно было эмоциональным Ну, хоть что-то надо было сделать, да, несомненно Но, в общем и целом, к сожалению, к сожалению, надо сказать, что да, это было связано именно с бессилием, так сказать Или неготовностью России хоть что-то делать по этому поводу Потому что я помню, что, в общем, и официальная позиция России, она была такая какая-то двойственная То есть все вот это вот там рассказывали, транслировали, но она была такая двойственная То есть как бы и да, и нет, вот и так далее Чтобы не обидеть западных партнеров, картинка преподносилась Да, чтобы их вот не обидеть, вот такая вот была позиция, так сказать Чтобы вот главное, то есть, грубо говоря, что там в Сюгаславе происходит Ну, конечно, жаль, что война идет Вот, но, в общем и целом, главная цель была именно такая Вот, чтобы, значит, не потерять взаимопонимание с западными партнерами Вот это вот, вот еще раз повторю, вот этот примат денег, конечно, да, так сказать Он никогда никого до добра не доводил Надо быть самим собой, надо четко осознавать свои национальные интересы Надо сохранять свою культурную цивилизационную идентичность А деньги к этому приложатся А деньги к этому приложатся А если даже где-то вы и потеряли какие-то деньги Я должен сказать так, вот, знаете, здесь потеряли, там найдем Вопрос в том, что есть вещи, которые потеряешь и никогда уже не вернешь И которые ни за какие деньги не купишь Железная логика